Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Маша, я носитель языка и хочу научить вас русскому. Включайте субтитры, выписывайте неизвестные вам слова и просто наслаждайтесь. В русском языке есть две очень интересные фразы. Да нет и да нет, наверное. Эти фразы используются в разговорной речи. Хочешь шоколадку? Да нет, наверное. Может быть, ты хочешь сок? Да нет. Да нет. Вы спросите, что? Да, нет, да нет. Тогда или нет? В русском языке фраза да нет значит нет. Сто процентов нет. Я понимаю, как странно это звучит, но фраза да нет постоянно используется в разговорной речи. Но при этом, чтобы человек вас понял, вам нужно поставить ударение на нет. Да нет, да нет. Повторяйте за мной. Да нет, да нет. Ты хочешь что-нибудь покушать? Да нет. Может быть, ты хочешь выйти погулять? Да нет, не хочу. При этом фраза да нет, наверное обозначает нет, но только на 90%. Остальные 10% это наверное. То есть, когда человек использует фразу да нет, наверное, он немного сомневается. При этом фраза да нет, наверное обозначает нет на 90% из 100% и 10% это сомнение, наверное. То есть, я говорю нет, но немного сомневаюсь. Да нет, наверное. Но попробуй уговорить меня. Например, Маша, хочешь шоколадку? Да нет, наверное. А у меня шоколадка с орехом. Хм, с орехом? Другой разговор. Давай. Чтобы вам было проще запомнить, я рекомендую смотреть на последнее слово. Да нет, последнее слово нет. То есть, нет. Да нет, да нет, да нет, да нет, нет. Но да нет, наверное, последнее слово наверное, Наверное. Что значит сомнение. Возможно, наверное, да нет, наверное, теперь немного практики для вас. Представим ситуацию. Есть парень по имени Женя, и Женя спрашивает Машу. Маша, хочешь пойти в кино? Там вышел новый фильм. Маша отвечает. Да нет, наверное, на улице дождь. То есть, в принципе, Маша хотела бы пойти в кино, но на улице дождь. И на 90% ей не хочется идти. Она боится промокнуть. Но 10% осталось. Что же будет делать Женя? Тогда Женя отвечает. А давай возьмём такси. Хм, 10%? И тогда Маша отвечает. Давай, поехали. На такси не промокнем. Видите, как вышло? То есть, изначально фраза да нет, наверное, уже предполагает, что в принципе человека ещё можно уговорить, как Женя уговорил Машу. Я повторю диалог в более быстром темпе для вашего аудирования. Маша, хочешь пойти в кино? Да нет, наверное, на улице дождь. Тогда возьмём такси. Хм, давай. Короткий пример использования фразы да нет, наверное. Но также нужно сделать акцент на последнем слове. Да нет, наверное, да нет, наверное. Мы делаем акцент, ударение на последнее слово. Да нет, наверное. Если бы Маша была уверена на сто процентов, что она не хочет идти сегодня в кино, она бы ответила. Да нет, сегодня на улице дождь. Это значит уговорить её невозможно. Она не оставила шансов. Да нет, да нет. Всё, я не пойду. На улице дождь. Теперь немного практики для вас. Я задаю вопрос. Ты приедешь в Россию в августе. Твой ответ. Попробуй сказать ответ вслух. Да нет или да нет, наверное. Я подожду. Если вы сказали да нет, тогда вы уверены на сто процентов, что вы не сможете приехать. Важный момент. Фразы да нет и да нет, наверное, мы используем только в разговорной речи. В письме, в литературе вы, скорее всего, не увидите этих фраз. Но мы используем их в речи каждый день по несколько раз. Поэтому я вам рекомендую использовать их чаще. Тем более легко запомнить. Да нет. Два слова. Да нет. Да нет. И это значит нет. Нет. Да нет. Да нет. Наверное. Значит, тоже нет. Но на девяносто процентов. Вы сомневаетесь. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк и пишите любые ваши комментарии. Я желаю вам удачи в изучении русского языка. Хорошей вам недели и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания.